Тогда вот что меня смущает во всем этом. А смерть Путина, очевидно, пытаются сохранить в секрете. И те люди, которые пытаются сохранить в секрете, они крайне заинтересованы в этом. И вдруг вы об этом говорите, находясь в Москве, и вы не боитесь? Ну, во-первых, первым сказал об этом не я. Сообщил телеграм-канал генерал СВР. Когда я прочитал сообщение в этом телеграм-канале, по совпадению, вот как раз 26 октября, аккуратно, я проводил закрытую встречу, которая так и называлась «После Путина». Еще мы с первого проконсультировался. Могу ли я так назвать? И сказали, да, уже можете так эту встречу назвать. Да, именно так. Ну, и я справился по своим каналам. Да, мне подтвердили, что это событие случилось. Его ожидали 4-5 дней. Тут должен был по плану уйти на тот свет к своему подлинному хозяину раньше. Чуть-чуть задержался на этом свете. Это первое. Второе. Юля, я же повторяю. Ситуация изменилась радикально. Просто радикально. Поэтому об этом можно говорить. Как радикально она изменилась? Вам это пока не очень, к сожалению, заметно. Я просто знаю, что происходит внутри. Чьи головы сейчас пойдут на заклание? Кого хотят снять? Я просто не хочу сейчас торопиться с этим, с обнародованием. Кому какие посты должны перейти? Люди поглощены этим. Они живут сегодняшним днем. Пусть покойников хоронят покойники. А им надо жить, им надо спасаться, сохранять свои активы. Возможно, даже приобрести еще какие-то. Россия меняется очень быстро. Политическая реальность пока незаметна. Скоро станет заметна всем. Абсолютно всем. Ну, как стало заметно тем, кто 26 октября вечером оказался в центре Москвы. Где было усиление. Оно было в основном в центре Москвы, но, в принципе, затронуло весь город. И масса москвичей может подтвердить мои слова. И это усиление было связано с тем, что не знали, что... Конечно, с сообщением о том нет, что вождь, да. Ну, и не знали, не знали, какая будет реакция. Будут ли рыдать, плакать, требовать показать тело, достать его с холодильника, двинуться ли толпы паломников в Алдай, чтобы прикоснуться. Или что вообще будет? Или кому-то придет в голову объявить себя властью. Ну, и здесь власть, мог бы сказать, какой-нибудь из силовых министров. Да, кстати, с этим же связаны и учения ФСО тоже. Какие учения ФСО? Которые проводились с 1 по 3 ноября. И как они выглядели? По счастью, ничего инфернального не было. Хотя тут самое смешное, это та форма, в которой они были объявлены. Да, потому что обычно эти учения проводились, они действительно традиционные, ежегодные. Как правило, они проводятся безо всякого предупреждения. Они носят такой скрытый характер. И вдруг начинают всех официальных семей, официозных телеграм-каналов сообщать о том, что с 1 по 3 ноября будут проведены учения ФСО. ФСО подчеркивают, что это ежегодные учения. Это правда ежегодные. Но дело в том, что раньше они их не объявляли. Б. Не подчеркивали, что они ежегодные. И В. Самое забавное, что не могут быть проведены с участием тяжелой боевой техники. А на самом деле, ведь учения проводятся не с целью, вот по крайней мере эти последние, не с целью проверить, как надо защищать администрацию президента, здания правительства, а на предмет того, как их надо захватить, если потребуется. Быстро заблокировать, взять под контроль. Так что смысл учения вполне себе очевиден. Много таких забавных вещей на самом деле случается, на них почему-то не обращают внимания. Они прекрасно укладываются в систему. Еще какие? Учения ФСО. Но это, знаете, 50 на 50. Учения ФСО проводятся не обязательно, чтобы... Недостаточно одного факта. Недостаточно одного факта. Нужна сумма. Пожалуйста, я сказал, вот ссылка на телеграм-канал. Все любопытствующие могут подойти и посмотреть. Тем паче, что это исходит от американской стороны, которая утверждает, что по всем признакам Путина нет живых. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин